Друзья, меня зовут Артем Драбкин. Я автор этого канала и одноименных сайтов. 25 лет я занимаюсь опросом участников войн и вооруженных конфликтов от Великой Отечественной до специальной военной операции. В результате, тысячи наших соотечественников, защищавших Родину в сражениях XX и XXI веков, получили возможность рассказать о себе. Не уйти в забвение. Моя работа стала возможной только благодаря неравнодушным людям, бойцам и командирам, зрителям и читателям, которые считают ее важной и нужной. Каждый из вас может внести свою лепту в дело сохранения памяти о наших войнах, сражающихся с врагом. Вы можете поддержать нашу работу, оформив подписку на сайте Sponsor.ru, ссылку вы найдете в описании под видео, и это позволит вам получить ранний доступ к новым материалам. Ну а мне продолжить готовить для вас новые интервью. Вы также можете оформить ежемесячный платеж на сайте Я помню. Ссылку также размещена в описании под видео. Если вы сами являетесь участником боевых действий, готовы рассказать свою историю, возможно, со срочной публикацией, напишите мне в Telegram. Спасибо. Вы какого года рождения? 96-го. Здесь родились? Да. А где? В Луганске. В Луганске, да. Как восприняли события 2014-го года? Да ну как-то слишком непонятно. На тот момент мне было 17 лет. То есть мы шли с одногруппником на защиту диплома, тут какая-то разъяренная толпа пробежала с палками, и это брали администрацию, оказывается. Вот, соответственно, мы такие пошли посмотрели, что это будет, то есть свержение вот этой власти. И что вы решили делать, так сказать, что дальше? Доучиться. Доучиться? Да, в любом случае доучиться. Вот, пусть там, ну, первые там полгода 2014-го было крайне тяжко после лет, ну, летних событий, то есть взятие аэропорта, там, обстрелы, все вот это движуха. Вот, ну, в декабре у нас уже появился свет, то есть доучились. Потом думаю, ну, почему бы не пойти на службу? У меня тогда уже 19 лет было, и вот посиди. С какого года вы пришли? С 16-го. С 16-го года вы пришли? Да. А родители ваши, так сказать, как, в этом участвовали, так сказать, в событиях или нет? Нет. Нет. А на службу почему вы решили пойти? Да, ну, как бы, выполнять свою работу, я фельдшер, вот. А вы... Ну, то есть, когда проходили... Вы доучились, вы где учились? В Кременском медучилище. Ага. Вот, соответственно, это тогда уже была та сторона, вернулась, доучилась в Луганске. В Кременском? А, то есть вы... Ну, до этого я училась, получается, до 14-го, до событий в Кременском медучилище, вот. Вот, это стало в 14-м году, то есть территория Украины. Вот, потом пришлось вернуться обратно в Луганске, да, учиться уже на свои протоколы оказания, свои стандарты российские. То есть, они отличались немножко, даже программы отличались. Ага. И доучились вы уже в Луганске? Да, да, да. А что вам... Почему не остались в Кременной, да, Кременной? Так, а если здесь мой дом, что я там буду оставаться-то? Ага. Я тут живу, мне туда нельзя. Ясно. Ну, то есть, вы не были, так сказать, сторонницей Украины? Да нет, ну, как бы, ну, почему быть сторонницей, если меня там родили, ну, то есть ненависти какой-то к стране определенно нет. Есть, как бы, ненависть к людям, ну, а к стране, че, жили-жили. И вы пошли, значит, в 16-м году, получается? Да, да. Ну, тогда, то есть, создали 2-й армейский корпус, это была еще народная милиция, ЛНР. Этапы формирования нашей армии были. Первая моя часть, это была медслужба автомобильного батальона корпуса, то есть снабжение там. БК подвозили, медимущество подвозили. А сначала мы с ВО уже пришлось, как бы, собраться морально, перейти в боевое подразделение. Что значит собраться морально? Ну, скажем так, менять место в тылу на какие-нибудь блиндажи, окопы, ну, к этому нужно прийти, вот, делать свою работу. Сложно было? Конечно. А в чем была сложность? Ну, в том, что тебя могут убить. С этим? Ну, они пытались. Пытались? Да, пытались. То есть, и осколки были, и в бронежилете осколки были, и в себе были. Ну, ранения были, да? Ну, были, ну, как не зафиксированы, но были. Тяжело девушке среди мужчин? Да нет, в принципе. Нет? Нет. Нет, ну, даже бытовые есть там сложности, да? Нет, ну, как бы, идут на уступки в плане бытовых, там, каких-нибудь нюансов, ну, так вот. Ну, именно мое подразделение, то есть, общий язык с ними находим, прекрасно. Ну, даже в данный момент водитель скорой в отпуске, он сказал, все, ты садишься на скорую и катаешься вместе с 300, вместе с вулканом, и все. Что делать? Выбора нет. Людей тоже нет. Не хватает? Нет. Идти никто не хочет, даже в медзвод, вот у нас 4 человека на медзвод. И все. Ну, казалось, да. Не хотят. Ну, за счет того, что это пехота, прежде всего, то есть, это, ну, у нас это называются одноразовые, потому что штурмовики, либо саперы, не факт, что они вернутся. Под Клещеевкой тоже потери были, там, процентов 70 батальона. Здесь при попытке штурма тоже две группы, вот, просто за один день, то есть, людей нет. Из-за этого, видя это, люди, ну, как, боятся, что ли. Те, кто мобилизованы, да, или? Да. Контрактники тоже не хотят особо сталкиваться. А сейчас комплектование за счет чего идет? Из остатков. Вот новых людей нам не дали. Какие в основном ранения происходят? Ранения в основном все, вот, 80% это минно-взрывные травмы, то есть, осколки, и в основном это конечности, то есть, нижние. Наступил на что-нибудь, там, миномет отработал. Пулевые, ну, с пулевыми мне только пару раз приходилось сталкиваться, это дрижний бой, это штурм и все. А так, в основном, даже вот сбросы, это все равно осколки. Ну, то есть, в основном осколки. Да, 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 это большинство просто случаев. Большинство, даже те же осколки, ну, это крайне тяжелые были случаи. Человеку 10 сантиметров кости с ноги вынесло, и все. Ну, что сделать, ничего уже. Я помню разговор, вы сказали, что вы награждены, да? Да, да, да. Это после Клещевки, медаль за спасение погибавших. Самый страшный эпизод, который вы можете вспомнить? Самый страшный, это, наверное, начало СВО было 26 февраля, это было 22 года. Вот, максимально непонятный эпизод был, как бы, изначально наш КАМАЗ отправили, там, ну, приказ командующего просто был, там, забрать, там, 5200, да? Вот, мы поехали на эту точку, крайне сложно было ее найти, эту точку, приехали, там толпа мобилизированных, вот, человек 200. И из 5 человек, которых нам сказали забрать, оказалось уже 30. То есть половина из них 300, а половина уже 200. Вот, как это, собственно, произошло? Тоже какой-то, либо это была диверсия, либо это человека просто фляга засвистела, то есть у своего же. Он зашел в спортзал, где спали люди, уволил два магазина туда, в своих же людей, и все. Вот, то есть у меня просто КАМАЗ с водителем, у меня только сумка с перевязкой, особо ничего нет, то есть что сделать? Это спортзал школы был в населенном пункте трехъезбинка, вот, это, его, по-моему, вторым освободили только, вот, в феврале 22-го. То есть, что делать, что делать, жгуты прежде ставить, там, кто был в состоянии помочь, еще помогали вышибать вот двери, просто с кабинетов выносить туда людей в КАМАЗ, в КАМАЗ, в КАМАЗ. Вот, потом только загрузили половину, начали собирать там кто-то 200 уже, вот, опять очередь. То есть оружия у нас не было с водителем, нам сказали просто едьте заберите. Забрали максимально быстро оттуда. Успели. А с этим человеком ничего было? Ну, потом поймали его, оказывается, это все-таки была диверсия, то есть он пришел. А что, людей мобилизовали, они друг друга особо не знают, кто это, что это. То есть, так в батальоне-то уже притерлись, и то даже в батальоне, может быть, там, мало ли, что-нибудь психологическое какое-нибудь, там, воздействие, и у человека все сорвет. А это вот, кто, да хрен его знает, кто. Зашел, расстрелял. Но его поймали. Ну, что, судили, расстреляли, что-то не сняли. Да, внулили. Внулили? Да. На месте? Да. Вот это начало СВО, как вообще вас приняли? Ну, честно сказать, это было предположительно уже нас, как бы, вот, конец 21 года, то есть учения усилены были, там, всякие тревоги, ну, то есть это еще до всего-всего было. Вот, ну, морально уже подготавливали потихонечку, типа, там, кто сможет туда ездить, кто сможет туда ездить, ну, в плане таком. То есть это не было неожиданно? Было крайне непонятно. Вот у меня были, ну, как раз, суточный наряд дежурства, то есть 19 февраля, когда привезли людей мобилизированных местных, то есть просто приехал автобус, их нужно было пофамильно записать, у кого какие-то там хронические боли. Тачки, у кого что. Ну, вот, люди крайне в непонятках, они в шоке, почему их забрали с их шахт, почему их забрали с их работ. Просто приехал рабочий шахтный автобус. Вот, все, смену привезли. Так же потом, следующий день и по 22 число. Вот, их сразу на КамАЗы и куда-то в поле. На КамАЗы и в поле. То есть люди тоже были крайне не готовы к этому, ни морально, ни физически. То есть там даже если были какие-то либо заболевания, не заболевания, то есть это шахтеры, это все как бы люди со старыми травмами, которые никуда, соответственно, не обращались. Больные колени, спины, все. Они даже убежать не могли в случае чего. Ну, и поэтому вначале было наибольшее количество потерь среди местных. Ну, да, я так понял, что, так сказать, вот эти мобилизованные их и обмунирование так, и вообще... Ну, что было, выдали, вот, просто что было. Без бронежилетов? Бронежилетов не было, были вот эти вот каски, просто металлические котелки, и все. И им давали мосинку, вот, просто одну мосинку, иди вперед за родину. Против артиллерии, то есть поддержки тогда еще особо не было, иди. Вообще, кто виноват в этом? Как вы считаете? Да есть, собственно, и с нашей стороны косяки, и с их стороны косяки наши, потому что, как бы, вот, даже перемирие до СВО им можно было что-то кидать на нашу сторону, нам отвечать было нельзя. То есть мы пытались соблюсти какие-то, там, нормы, блин, моральные. Ну, вот это вот, я имею в виду, мобилизация, что вот она так прошла. Мобилизация? Почему так? Да, вот кто, кто в этом вообще? Военкоматы, прежде всего, военкоматы, потому что личные дела, они вряд ли смотрели, им нужно было просто, наверное, вот как, на когда это нужно было сделать, на вчера, и все. То есть подали списки всех, кто был здесь, а с чем человек, какой человек, это не важно просто, и все. Когда осталась ситуация нормализовываться? А, она не нормализовалась. Нет? Нет, все, слишком херово, стабильно, херово. Ну, я думал, что все-таки, ну, так херово, как было тогда. Тогда было, кстати, постабильнее. То есть, нет, серьезно, вот, начало СВО, то есть примерно по май, это были конкретные натиски, вот, конкретно, порта отработала, авиация отработала, пехота пошла. А сейчас наоборот, все, то есть, пехота, иди, 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 пехота, пехоты нету. Еще следующая пехота, иди, а потом они только уже, может быть, дадут артиллерию, и то, потому что у них лимит. Вот, у артиллерии лимит 10 снарядов в сутки. То есть, что они могут сделать? Да ничего. То есть, из-за вот этой вот бюрократической всей штуки, они оттягивают до 45-го, так сказать, 2045-го. Сейчас тяжелее, чем даже тогда? Да. В плане деморализации уже людей. То есть, они устали, их не меняют. Вот, наши мобилизированные, они в этом году впервые сходили в отпуск, то есть, за два года. За то, как они докладывают, все хорошо, все ходят, все довольны, там. Они два года без ротации просто. Вот, после Клещеевки туда мы пошли, и все. Что там в Клещеевке было? Примерно как в аду, только чуть лучше. То есть, там непосредственно ближний контаж был вообще с противником, там максимально мощные у них были сосредоточены силы противника. Ну, было страшно. То есть, там вот мы работали вот с водителем просто круглосуточным, с эвакуацией, эвакуацией, эвакуацией. То есть, мы и своих доставали, и союзный батальон тоже помогали доставлять. Ну, за раз мы вот забирали 7, один раз даже было 8, 300 мы забрали. Ну, пока еще всех довозили, единицы, которые крайне тяжелые уже, Антон, были. Ну, я так понимаю, что все-таки погибших сейчас не так много, то есть, больше все-таки раненых, да, или нет? Ну, погибшие все без вести. Их невозможно достать просто оттуда. То есть, там чистое поле, ну, не подойдешь. Ну, да, я так смотрел, ну, с дроном, так сказать, там вообще, как получается, это на холмеет? Просто поле. Вот именно наша позиция где-то, ну, спрятаться там нехти. То есть, дойти забрать, ну, тоже нехти. Вот человек у нас, последний 300, он двое суток просто лежал в поле, ожидая эвакуации. Двое суток. И все-таки сейчас вот, ну, я не знаю, со снабжением, с, там, не знаю, с амунированием стало полегче? Нет. Ну, вот, что выдали, кепку выдали. Выдали еще один раз штаны и китель, но в нем работать, это просто невозможно, нереально, я не знаю, куда писать. Зарплата увеличилась? Ну, и что? Я домой хочу. Я домой хочу. Доволь? Навоевались уже? Я на пенсию хочу. А когда пенсия положена? Через два года. Еще два года? Да. Ну, у меня контракт до 26-го и все. Ну, если здоровья хватит, что еще можно послужить, в принципе, это. Ну, как бы все равно, даже физически крайне тяжело, потому что, во-первых, броник, это килограмм там 16, да, шлем на шею постоянно 3 килограмма, плюс еще ты несешь носилки, блин, с 300. Человек тоже нелегкий, особенно в расслабленном состоянии. Ну, дистанции 3-4 километра, то есть на носилках его нужно переть. А не используется там тележки, например? Нету. Писали на гуманитарку, писали, пока тишина. Да, тяжелая, то есть такой тяжелая работа, да, и ко всему курсу, еще и опасная для жизни. Ну, для жизни любая тут работа опасная, в принципе. А, свободное время, да? Ну, бывает раз в пару месяцев, может. Что в это время делаете? Что делаете? На УАЗике катаюсь. Ну, как-то моя личная машина, патриот седьмого года, просто вот он в сердце, вот тут вот. Это мое хобби. Хобби в каком плане, в принципе? Ну, в смысле, обслуживание, ну, то есть... Нет, сначала поездить, потом что-нибудь сломать, потом это чинить. А-а. И все, так вот оно все зациклено. То есть сначала висели в грязи, по самые глаза, там, по самую крышу, да, это крайне весело было. Потом перебирать мосты и менять полуоси, тоже порванные, было весело. То есть вы купили себе машину, да? Да, она мне еще до СВО, поэтому она и здесь на эвакуациях участвует. Вот крайний раз тоже 2-300 мы вывезли на УАЗике, и два тяжелых 300 на скорой на Соболе. Ну, то есть она у вас и... Да, она здесь участвует полностью вообще. Это не она там стоит, вот, морду сюда? Не-не, он сейчас уехал на ремонт с водителем. А-а. То есть поварится чуть-чуть. Хорошая машина? Да. День ездишь, три под ней. У нее есть собственное имя? Просто Патрик и все. Патрик и все. Какие-то, я не знаю, может быть, забавные случаи, если есть что-то такое. Да. У нас теперь этот человек считается, что он работает в газовой службе. То есть вот он жил в блиндаже, маленький такой блиндажик, где-то 3 на 3 может. Он хотел себе разогреть, покушать. То есть открыл баллон с газом, спичек нет. Пошел он искать спички. То есть баллон этот, соответственно, открыт. Мы стояли, дежурили там метров 50 буквально. Такое ощущение, будто вот туда прям прилетела мина. Что это было, мы не поняли. Потом такие поднялись, что делать. Бревна разлетели, щепки разлетели. Что это было? Выходит Коля полностью, бровей нет. Все черные очки, черные. Баллон взорвался. То есть загорел блиндаж полностью, загорели вещи. И людей других он тоже как бы ожоги получил человек. Ну живой, странно. Конечно. Вот. После этого сказали, что в газовой службе ему работать не надо. Понятно. И сказал, что тушенку больше тоже греть он не хочет. Он думал, взорвалась банка. То есть это взорвался баллон полностью. 50 литров вышло в воздух. Ну да. То есть вот такие бревна, они разлетелись. Вот как здесь буквально вот так вот просто яма осталась. И все. Как он живой, да, остался вообще? Да, что с ним будет. Ну это максимально, которое было сначала непонятно, потом весело и смешно всем. Ну ему тоже очень довольны. Не, он сначала тоже поугарал. Много, так сказать, бумажной работы у вас? О, куча. То есть на каждое действие 10 бумажек, скажем так. Вот там по промедолу особенно. Мы сделали один укол на разбирательство. Кому зачем, как, объяснение, там все это, списание акта эти. Ну, бюрократия в основном. Вот эта бюрократия оттягивает работу. Реально там наркоманы есть? Да. Да, были уволены по психушке, по наркологии. То есть были. А синьки сейчас много? Нет, сейчас поменьше, кстати. Ну хоть что-то положительное. Относительно. Капельницы целея. А почему их капельницы? Ну откапывать-то их нужно все равно. Хоть и алкаши, это же люди. А их откапывают? Ну конечно. Я думаю, что их просто они сами в себя приходят, нет? Не, ну если, допустим, человек там где-то сидел на крайней точке, там бухал месяц, то сам по себе в себя он уже не придет, ему крайне тяжело, это интоксикация большая. Для организма стресс. Вот эта усталость, да, она вообще в чем проявляется? Вот у вас, например. Моральная усталость, скорее всего, ну блин, как бы от нее можно отвлечься. Физическое больше нагребает. Вот когда там пару суток не спишь, но ты с этим уже ничего сделать не можешь, ты все равно хочешь спать. А морально там, ну допустим, у меня с водителем хобби, мы там гирями занимаемся, штанга у нас есть. То есть мы пошли и гирю покидали, нам легче стало, и все. А от физической никуда не денешься, это только отдых и все. Вы не замужем? Ничего не. А романы есть на войне? Ну не здесь, тоже человек служит, но в другом подразделении служит. А, то есть у вас есть? Да, он тоже давно служит. Любимый человек есть? Да. Это сложно, так сказать, поддерживать? Конечно сложно, то есть даже там без связи, вот там либо я, либо он, это уже лишние нервы там друг к другу, это соответственно. Потому что как бы тоже боевое подразделение. Ну в основном стресс. То есть без связи, даже просто там с левого номера какая-то смска. Даже если-то нам наши больные пишут, ну, значит, понятно особо, что ты стрессуешь, конечно. Ну да, с чужого номера что-то. Да, 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 что-то там пришло. Но общение в основном телефон, да? Да, да нет, так если связь даже появляется. И то уже хорошо. Как вы думаете, когда закончится? Через пару лет. А как вот вы представляете себе, как это закончится? Ну, все равно, определенно, изначально должны быть какие-то вот рамки договоренности. Потому что выйти на рубежи, вот как цель там, допустим, да, СВО, выйти на рубежи там Харьковской, Луганской, Донецкой областей. Ну вот вышли, но их же нужно удерживать. То есть удерживать это уже первый фактор. Второй фактор, чтобы туда ничего не прилетало, не летело. То есть все равно ту сторону нужно как-то это решать все. Ну, я думаю, через пару лет. Потому что как бы Украина уже истощена. И во всех смыслах. То есть пусть там им даже оружие там дают, ракеты эти дают. А толку у них людей нет неким воевать. Вот противника, какое у вас отношение к Украине? Херовое. Херовое? Херовое. То есть как можно относиться к человеку, который хочет тебя убить? То есть его тоже хочется убить. Ну это ненависть или это просто, так сказать, там противостояние? То есть какие-то эмоции или это все-таки просто? Не, ну прежде всего это противостояние, а потом уже личная неприязнь идет к этому народу. Соответственно, из-за разжигания ненависти к нашему народу. Вот. Такие себе терки. Вы считаете себя русской или украинкой? Русской. У меня мать родилась в Красноярском крае. У меня бабушка из Белгородской области. Понятно. Вот. То есть половина 50 на 50. Отец здесь родился, мать там родилась. Родственники все тоже там на российской стороне, соответственно. Через пару лет, по идее, это все должно закончиться? Да. Какими-то переговорами? Да. Ну вот, в принципе, это выглядит как пятилетняя реформа, только на максималках, где страдают все. Со страхом как справляетесь? Со страхом? Ну, не боится только дурак, конечно. Как бы все равно осторожность во всем, в любых действиях, то есть, собственно, безопасности, страха не будет. Не, ну все равно страшно, вот ты приезжаешь потом на адреналинчике, оно еще не чувствуется ничего. А потом как-то в какие-то периоды морально это накрывает. Типа, вот ты считаешь, там сколько раз тебе могло там же оставить, вот это все. Ну, миновал, и то хорошо. Как на этом адреналинчике спится? Потому что я что-то как... Никак. Прям нарушение соснов? Да, проблемы со сном, и это не только связано вот с адреналинчиком, а с тем, что даже эвакуации все это ночное время суток. Ну, то есть, график полностью переворачивается, ничего с этим поделать нельзя. 90% работы происходит только ночью, только по темному, и все. С пленными приходилось столкнуться? Да. Как они... Ну, то есть, приходилось ли им оказывать медицинскую помощь? Одному. Как вы к этому отнеслись? С нежеланием, скажем так. Ну, оказывали? Ну, соответственно, что человека нужно было потом в дальнейшем вести на допросы, ну, хотя бы, чтобы он доехал туда, вот. То есть, ему свои же прострелили ноги, обе ноги, он полз в сторону наших позиций. Свои же? Да, свои же. За то, что он отказался выполнять приказ, то есть, он приполз с прострелянными ногами. Оказали помощь, забрали его под следствием. Другими пленными приходилось? Приходилось с украинского плена, у нас тоже были освобожденные бойцы, то есть, каждый это по-разному перенес. Один, наоборот, он там хочет воевать, а один хотел удостернуться сам. Говорит, я и там не нужен, и здесь не нужен, типа. Ну, соответственно, ему запретили идти на позиции, потому что он освобожден из плена, то есть, мало ли, что с ним там делали, это раз. И что ему внушили, и что его заставили там делать, или координировать, или собирать, тоже мы не знаем этого. И он решил таким образом избавить себя от трудностей бытия. То есть, вот наш второй фельдшер с петли его снимал. Сейчас он в психушке. Тяжелая такая травма. Ну, он там был недлительное время, поэтому, я даже не знаю, может, у каких-то подразделений специфических, которые так вот ему внушили. Потому что второй человек, который был освобожден из плена, по нему вообще ничего не скажешь. То есть, он такой, как и был, вернулся. Ну, это тоже из луганских, да? Ну, который вот сдернулся, это, по-моему, он из-под Питера, если я не ошибаюсь. А который вот вернулся, это местный, да, с Астаханова чувак. Как вы считаете, женщине на вольне местно? Ну, каждый должен делать свою работу. Если человек сам к этому пришел, то место. Если, вот как там на Украине, да, мобилизация, женщины не идут к этому максимально, то нет. То есть, не каждый человек сможет терпеть вот это вот все. Это нервы, это неудобства, это, честно говоря, физически тяжело, морально тяжело. К этому самому нужно только прийти. Ну, вы вот, в принципе, себя на месте ощущаете? Да. И чувствуете, есть там, свою нужность или, допустим, что вы как-то там… Ну, прежде всего, свою необходимость ощущаю не я, ощущают ее люди. То есть, там, колоть кого-то, прокапать, кого-то перевязать, такое. То есть, на капельнице они все идут вот только ко мне, допустим, почему-то. Рука легко? Рука легкая? Да. Что вас поддерживает? Какое ощущение собственного, ну, вот, внутри себя, что поддерживает? Что позволяет дальше жить и работать? Ну, мне еще нельзя умирать, у меня УАЗик. Я так, да, ну, может быть, я не знаю, какая-то вот именно высшая цель все-таки. Ну, купить новый УАЗик. Отлично. Не, ну, все равно, прежде всего, ну, как бы, семья дома ждет, там, дом ждет, животные мои ждут. Каких у вас живут? Пять сиамских котов. Пять сиамских котов? Преканстрированные, но мы так думали. А потом, ба-бах, с котятками. Понятно. Ну, то есть, у вас УАЗик, коты и, собственно, семья, да? Да, ну, как бы, все равно цель, будьте на пенсию, поэтому, не зря, шесть, только страдаю. Ну, то есть, понятно, да, то есть, цель все-таки такая вот земная, это, там, выйти на пенсию. Ну, да, львотная пенсия. А что дальше делать будете? Ну, сколько вам лет? 96-й год, это же вообще ни о чем. 27 лет. Жизнь еще только вообще начинается. Не, ну, тем не менее, чего, пенсия не помешает, это раз. Пенсия не помешает, это прекрасно. Это на содержание УАЗика, там, что-нибудь. Я так понял, все-таки котов, там, все такое. А чем будете заниматься? Чем заниматься? Ремонтом. Восемь лет нет дома. Ремонтом дома? Да. Ремонтом полностью. Ну, я имею в виду, какая-то профессия можно. Не, ну, скучно станет, на скорую пойду, если прям уже вообще я без этого не смогу. Ну, в принципе, в гражданской жизни уже очень сложно. Вот я даже, меня отпустили в отпуск. Я прихожу вот так вот, то есть по сторонам как-то так с опаской, с пренебрежением, каким-то, то есть люди, да, счастливые, да? Зависть есть? Нет. Абсолютно нет. Они, как бы, ну, они не ценят то, что у них есть. Вот, по факту, счастье в мелочах. Вот мы нашли колодец, такие, нифига себе, это круто, а у них вода постоянно, они-то не ценят. То есть искупаться из полторушки воды, а они там в ванной плавают. У нас другие ценности, не понять это обычным людям. Ну, да, но жизнь-то она, ну, вот она будет другой, и более того, она, ну, не будет такой, ну, при всей вот в этой войне, да, она, вот это есть, это ощущение, ну, в силу того, что я тоже бывал немножко, вот, вот этого напряжения, да, которое, как в жизни такой. Не знаю, ну, вот, я ж говорю, даже две недели в отпуске, во-первых, это было очень незаметно, и это было морально как-то, вот, как поднатянуто. То есть, все-таки гражданские люди вызывают, у меня, блин, какое-то опасение или страх, или я не пойми, что. А то есть толпа людей без оружия, ничего не делают-то. Сможете ли вы на гражданку перейти? Не, наверное, не. Никто ж не запрещает остаться дальше, там, служить где-нибудь. Ну, то есть вы говорите, что вы хотите на пенсию, поэтому вы понимаете, что... Ну, именно, да, вот, прям перейти на гражданскую профессию, это тяжело будет, либо невозможно. Скорее всего, даже невозможно. МЧС, опять же, есть? Здоровье не позволяет уже. А не позволяет? Нет. То есть травмы колена, постоянные вот эти вот... Спасибо большое. Да не из-за что. Я надеюсь, что у вас все получится в этой жизни. Да. Еще все впереди. Спасибо. 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 Продолжение следует...